Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами, и продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие, ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Ну а сегодня мы вам расскажем о моторе, который на ютубе еще никто не разбирал. Итак, встречаем настоящий мотор Ferrari! Итак, что тут у нас? Это 4,2-литровый V8. На Ferrari он имеет индекс F136. На Maserati, как в нашем случае, M139. Это атмосферник с легкосплавным блоком цилиндров, в который запрессованы на заводе чугунные гильзы. В каждой ГБЦ по два распредвала. На впускных распредвалах по фазовращателю, в каждом цилиндре по 4 клапана. Гидрокомпенсаторы есть и цепной привод ГРМ. Ну, в общем, по нашему рассказу, пока этот мотор ничем не примечателен. Обратите внимание на поддон этого двигателя. Его как будто бы нет. Дело в том, что система смазки у этого мотора с сухим картером. Отметим, что такая конфигурация на моделях Quattro Porte использовалась только вместе с роботизированной трансмиссией Duo Select. С 2007 года в паре с этим мотором начала работать гидромеханическая трансмиссия от ZF. Так вот, там система смазки с мокрым картером. С правой стороны на блоке двигателя установлен комбинированный модуль из маслонасоса и насоса системы охлаждения. Зачем нужна такая система смазки? А для того, чтобы, когда вы наваливаете в виражах, пары трения постоянно снабжались смазкой. Считается, что в моторах системы смазки с мокрым картером, когда весь запас масла налит в поддон, при боковых перегрузках масло может отлить от зонтика маслозаборника и тогда маслонасос хапанет воздуха и пары трения на мгновение лишатся смазки. А вот в системе смазки с сухим картером такого произойти не может. Кстати, почти весь запас масла находится в баке под капотом, а это на минуточку почти 10 литров. Этот бак соединен с маслонасосом, трубками подачи и возврата масла. А вот охладитель масло-теплообменник находится в развале блока цилиндров. Фрыск топлива у этого двигателя распределенная система управления от компании Bosch. Этот двигатель крутится до 7100 оборотов в минуту, выдает 400 лошадиных сил и 460 ньютон-метров крутящего момента. Кстати, у этого двигателя практически предельная степень сжатия для моторов с обычным впрыском 11 к 1. И еще, кстати, этот двигатель получал неоднократно премию двигатель года в номинации объемом от 4 литров. В общем, едет он очень весело и звучит очень сочно. Оба версии этого двигателя, F136 и M139, появились на Maserati Coupe в 2001 году и на Ferrari F430 в 2004. У мотора F136 другой коленвал, соответственно, объем увеличен до 4,3. Этот двигатель выпускался до 2017 года. Есть его версии объемом 4,5 и 4,7. И эти версии двигателя устанавливали на Alfa Romeo 8C, также на Ferrari 458 а также на Ferrari California. Также этот двигатель используется на гоночных болидах и на Ferrari в монокубках. Заряженные версии самые выдают 550-600 лошадиных сил. Сразу сделаем небольшой спойлер о надежности этого итальянского мотора. Он очень надежный и живучий. Именно его многие западные мастерские устанавливают на свои чумовые проекты. В этом плане он конкурирует с V8 Toyota UZ. В общем, этот мотор пихают под капоты BMW, Subaru, Ford, Porsche, ну и так далее. Ну, если бюджет позволяет. В общем, есть интересная особенность у этого мотора. Преимущественно, ручная сборка по типу мастерской, а не конвейерного типа. Ну, а если говорить об обычной эксплуатации, то эти моторы без труда ходят в 500 тысяч километров на минуточку. Ну, а теперь минутка рекламы. В Автостронге вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну, и прямо сейчас в этом уникальном разборе будет участвовать Александр. Встречаем. И мы начинаем нашу разборочку. Чугунные выпускные коллекторы имеют равнодлинные каналы. Именно поэтому они вот такие изогнутые. Конечно, длины каналов не на 100% одинаковые. Они просто максимально удлинены. Так как если длина у каналов разная, то отработавшие газы из каналов с наименьшей длиной могут мешать оттоку газов из других цилиндров, грубо говоря, выходя из цилиндров. Газы, естественно, заполняют весь предоставленный объем и могут идти навстречу газам из соседнего канала. Отмечены редкие случаи растрескивания выпускных каналов по фланцу. При этом крошка от сварного шва может попасть в цилиндры. Это происходит во время выбега, когда скорость работы двигателя высокая, педаль газа отпущена, дроссельная заслонка закрыта, а в цилиндрах максимальное разрежение. Термостат начинает закрываться при температуре 85 градусов и полностью открывается при 95. В общем, этот мотор очень сложно назвать горячим в прямом смысле этого слова, ведь V8 из двухтысячных могли греться до 100 градусов и более. Как вы уже заметили, у нас двигатель немножко подразобран, поэтому цепи ГРМ мы вам разложили вот в таком виде. Вот эта самая нижняя цепь, она приводит модуль системы охлаждения и смазки. Вот эта цепь от коленвала приводит промежуточную шестерню, от которой приводятся цепи распредвалов. И отметим, что только вот эти длинные цепи распредвалов оснащены гидронатяжителем. Кстати, компоненты ГРМ у раннего двигателя Maserati M139 и у двигателя Ferrari F136, который устанавливался на модель 430, одинаковые. В частности, фазовращатели не лопастные, а винтовые, то есть архаичные конструкции. И каждый фазовращатель управляется своим соленоидным клапаном. Но даже не это самое интересное. В развале блока цилиндров установлен вот такой гидроаккумулятор в виде баллона. От него отходят две трубки. По этим трубкам масло попадает к соленоидам. Вот таким вот образом. А масло в этот баллон накачивает вот такой вот лопастной насос, который находится сзади ГБЦ на впускном распредвале. Ну а после рестайлинга в 2008 году моторы Maserati получили более привычные фазы регуляторы. Все его остальные более мощные версии получили более привычные вариаторы фаз. Ну а если ваш двигатель Maserati начал тарахтеть после каждого запуска, то тогда надо поменять вот этот вот обратный клапан в первом бугеле распредвала. А еще есть проблема с растрескиванием оплетки на проводе, который идет к соленоиду управляющего клапана. Так вот эта проблема проявляет себя ошибкой по системе регулирования фаз. Ничего удивительного под клапанными крышками нет. Клапаны приводятся через толкатели с гидрокомпенсаторами. Я вам уже говорил, что у нас мотор немножечко подразобрали, поэтому распредвалы мы вам покажем просто вот таким вот образом. Если говорить о их состоянии, то мы видим небольшой износ что шеек, что кулачков. Насос системы охлаждения приводится цепью на одном валу. С ним находится масляный насос. Вал посажен на роликовые подшипники. К корпусу помпы прикручен масляный насос. Так вот помпа настолько крута, что отдельно от маслонасоса не продается. В этом агрегате между половинками помпы и маслонасоса есть вот такое отверстие, которое смотрит вниз. Если из этого отверстия будет сочиться масло или антифриз, то знайте, это контрольное отверстие. И в этом случае надо разбирать узел и менять уплотнение сальники валов в первую очередь. Если внимательно рассмотреть корпус масляного насоса, то бросается в глаза его длина. В этом маслонасосе 4 секции. Они представляют из себя роторы типа звезда в звезде. И это все стянуто шпильками. Три секции собирают масло из-под коленвала. То есть в любом случае все масло из портрения от самой ГБЦ до коленвала самотеком попадает вниз. Скажем так, в лоток. Отсюда насосы его собирают и направляют наверх в теплообменник. Каналы сделаны прямо в блоке цилиндров сбоку насквозь к радиатору, который находится в развале. Кстати, обратите внимание на размер теплообменника. Он здесь огромен, даже для V8. Из теплообменника масло попадает в резервуар. Оттуда откачивается четвертой насосной секцией и через фильтр попадает к парам трения. Кстати, помимо основного фильтра, есть еще три фильтра грубой очистки, которые находятся в самом насосе напротив каждой выкачивающей секции. С ГБЦ этого двигателя ничего плохого не случается. И обратите внимание на состояние. Оно реально классное. С пассажирской стороны у этого двигателя находятся цилиндры 1, 2, 3, 4. Отсчет начинается со стороны маховика. Блок легкосплавный и в него вставлены чугунные гильзы. Причем гильзы, не поверите, быстросъемные, практически такие же, как на автомобилях с мокрыми гильзами. В общем, капремонт этого двигателя максимально облегчен. Цена одной такой гильзы в Европе примерно 180 евро. По состоянию хон, можно сказать, отличный, но есть в цилиндрах вертикальные черные полосы. На ощупь они не ощущаются. Поршни ремонтного размера на этом моторе не имеют кольца, не маленькие по высоте. Маслосъемные кольца наборного типа. В целом, при нормальном обслуживании и эксплуатации, этот мотор не имеет проблем с цилиндропоршневой группой. Как не раз уже было отмечено, под коленвалом находится не поддон резервуар, а лоток, в который стекает масло и по вот этим трем каналам высасывается обратно. Крайние пары коренных шеек у моторов М139 для Мазерати расположены под углом 90 градусов друг к другу. А вот у моторов Феррари F136 коленвал плоский, там под углом 180 градусов. В первом случае мотор производит меньше вибраций, но нуждается в более крупных противовесах. А во втором случае мотор производит больше вибраций, но противовесы гораздо легче, что позволяет мотору быстрее раскручиваться. В общем, плоский коленвал – это стандартная ситуация для гоночных автомобилей. Ну а теперь самое интересное. Вся цилиндропоршневая группа этого мотора изношена в усмерть. Обратите внимание на шатунные вкладыши, обратите внимание на коренные коленвалы с потертостями. В общем, нам кажется, что этот мотор был в ремонте. Соответственно, в нем меняли поршневые кольца, гильзовали его, меняли маслофорсунки, а затем завели его на старом фильтре, который походу на этом автомобиле не меняли с завода. Здесь даже отвалился фильтрующий элемент. Соответственно, масло не поступало в двигатель, и ему пришла… Да! Верхние коренные вкладыши, естественно, тоже с износом. Обратите внимание, что здесь в блоке абразивный износ, и это, скорее всего, вызвано той самой первой проблемой, из-за которой и ремонтировали этот мотор. Но об этом мы уже не узнаем. В общем, разборка закончена, и, как вы уже заметили, никаких чудес V8 для Ferrari и Maserati нет. Он просто эффективно охлаждается, смазывается мощным маслонасосом и сделан с большим запасом прочности. Вот и весь секрет. Если вы хотите, чтобы мы делали и дальше такие вот классные эксклюзивные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».